В настоящий момент существует требование правил дорожного движения, если быть точнее, то прямой запрет совершать определенные действия. Этот запрет уже установлен правительством Российской Федерации в пункте 27 правил дорожного движения последним абзацем. Как таковой, в общем-то, запрет должен поддерживаться угрозой наказания. Данного наказания до настоящего момента не существует. Поэтому, для того, чтобы заполнить этот пробел, правительство Российской Федерации инициировало появление самого по себе закона. То есть, вынесен уже, появляется законопроект, в догонку к этому постановлению правительства Российской Федерации об изменении правил дорожного движения. И, таким образом, сейчас за совершение нескольких действий может быть возложено одно наказание на одного человека. Тот пример, который приводил к торможению, например, перед группой граждан или еще чего-то, просто человеку захотелось напугать других лиц. И ничего за это не будет. Существует в интернете масса видеороликов, например, учителя различные. Разогнался и тормознул непосредственно перед каким-то автомобилем. Вы знаете, ступит этот закон силу или не ступит, есть он или нет, ситуация не меняется. Произошло ДТП, один водитель спереди, другой сзади. Кто чего докажет, так кто и будет. Таким образом, если водитель тормозящий впереди, в общем-то, сообщает, что он просто ехал, а в него сзади въехал какой-то грузовик, и теперь собственник грузовика должен платить кучу денег на восстановление автомобиля. Ну, собственно говоря, будет так. Если водитель грузовика сможет достать там видеорегистратор, что-нибудь еще, в общем-то, какие-то другие доказательства предоставят, что он не виноват, а водитель впереди него совершил именно то, что называется опасное вождение, то стало быть, собственнику грузовика будет выплачено возмещение по ОСАГО, видимо. А что касается владельца этого тормозящего автомобиля, то ему придется заплатить вот этот самый штраф, предполагаемый, в размере 5000 рублей, ну и, плюс одно, еще самому заняться расходами на ремонт своей машины. Различный вариант развития событий. Если говорить о том, что ДТП не произошло, то нужно заниматься документированием того, что же было на дороге. Произошло там перестроение, торможение, что-то еще, необходимы какие-то свидетельские показания. Но в той реальности, в которой мы живем, получается, что в суде хронически, регулярно, в общем-то, рассматриваются дела, где в отсутствие каких-то объяснений, коразания чего-то еще, в видеозаписи прошли, в отсутствие видеозаписи рождают всякие там протоколы, рапорты, схемы, которые составлены одним и тем же должностным лицом, и судья принимает решение, что все эти документы составлены красиво, правильно, внушают доверие, поэтому человек, который гласит о том, и он явно заинтересован в том, чтобы не нести наказание, скорее всего, правда, именно так про протоколы. Поэтому, если в протоколе будет написано, что водитель совершил опасное вождение, значит, скорее всего, так оно и было. В настоящий момент можно любого водителя привлекать к административной ответственности только из-за того, что сотрудник ДВД составил протокол.